с миром слушаю посмотрел ролик обращается патриарх кирилл вчера записанный буквально 22 декабря обращается к духовенству чтобы они проникли ответственностью за то что творится в этом мире за аборты за преступления за разводы и вот когда они проникнутся прошли те времена что позвонил скоротал и народ пришел там невысокомерно со смирением выходить предугадывает что ну некоторые там патриархатозирует все это все пройдет нет не пройдет намерение у него серьезные как мне показалось и он я думаю исчернила слова он намерен довести эти слова до конца что вы по этому поводу думаете такое впечатление что он книги ваши прочитал несколько лет об этом говорить и я 54 года не говорю а крещу воплю об этом ну кто-нибудь посторонний послушает что могут подумать скажет но он же видит храма то пустеет скоро ему придется машину на кого-нибудь запорожье сменять пасту это никого не будет 80 процентов крещено сколько ходит ходит 0,3 процента не два не 30 целых три десятых которые что-то знают не просто ходят ходят 2 процента действительно по праздникам и он говорит словом называет миссия что чтобы утешать могли ходить я прослушал так надо в первую очередь к нему самому идти ему засвидетельство слова христос библия даже не поминает а обязательно слов все лишнее ведь как-то же мартин лютер сумел эту высветить в мире есть одна книга библия и одна личность христос но здесь не даже не говорил совсем миссия миссии нету в россии некого ни одного миссионера нет со мной меня брал машину мы ездили в разные места даже был епископ мо антони масендич и он год у меня ни одного миссионера нет он понимал это неужели патриарх не понимает миссии это не благовестие только это открыть сердца людей это труд духа святого апостольский труд здесь нужно не два не три тысячи талантов златоуз говорит а крестить ни одного таланта не надо на ней крестить даже не умеют ну что хорошее дело сказал сказал намерение то я понимаю как но не сказал как первую очередь надо родиться свыше возгореться этим объявить пост в слезах и в молитве и чтоб господь указал путь я лично таких не знаю православие может быть на одной руке уместиться 23 человека больше не набирается я который знаю я знаю я не два не три проехал по от ладивостока до лиссабона они не понимают самое злобное самое коварное жестокосердно это миссионерские отделы сегодня совершенно бессмысленные люди делаются они друг за друга они стоят теперь главное что долбить всех налево направо у миссионера сердце другое делается у него слезы а у них нету миссионер паэл говорит я а вас плачу день и ночь постоянно в рыданиях они этого не знают слова сказал хорошие вот несколько лет назад когда патриарх сказал ну и наши тоже поехали тут где-то в алтайском крае в романово кажется или что-то официально разрешили пригласили через батюшку ну наши поехали там игорь дубунов был ты не был там вот и нормально съездили хорошо но и все дальше засохло дальше не пошло больше не пригласили селом не поедешь но никому это не надо главное что корыто открыто кормежка идет я понимаю их очень даже хорошо и люди которые обвиняют их вскаренности скупости патриарх об этом и говорит не с этим надо идти нести утешение утешение во христе он не сказал ну хорошо человеку не дают зарплату алтайский край самые низкие зарплаты на всю российскую федерацию самый коррумпированный район регион ну как ты их утешишь то когда жулик на жулики жуликам помогает как раз ул гамзатов говорил гора на горе вор на воре утешение одно должно быть во христе и тогда я смиряюсь со всем я когда бывает она что-нибудь ну гости приходят занять надо я говорю а ты слышал как евреи поют нет я сразу включаю песни 4 прослушаем ягу ты уже почти еврей если эти песни не находят у тебя в сердце отклик даже не понимаешь ни одного слова начни сначала это голос небо зовет как мальчики поют как мужчины какие огненные у них песни они никого к себе не зовут и не пускают нам разницы нет кто у нас обратиться калмык друг степей якут разницы нет как пушкин говорил а у них есть разница евреи да еще до какого колена и пистопения все духовного содержания конечно я вижу они ни разу не перекрестятся они православные христа не признают примут антихриста но все же и рушалам и рушалам они уже сегодня рыдают об этом и рушалами и вот на это если бы сейчас позвонил патриарх ну пофантазировать и сказал бы я от вас письмо получал потеряю вку приглашение было но я не мог поехать просто связанный понимаете у меня охрана уже план вычерчен что делать я бы сказал сбрось себя оковы уйди из патриарха пусть дай место другому и как мы церковь были в гетто вот заговорил в гетто да не ли вы лежали с каких голенищу то все продали сергиевскую строгородскую декларацию еще не прокляли из экуменизма не вылезли в каких он сам участвовал где шабашах то но я не упрекаю просто говорю чего надо начать с покаяния выйти перед народом перед народом и тогда бросить клич допустить до мне всех кто имеет дело с миссией имел дело вот писал этот священник нашему местному патриаршему и говорит вот у вас такой-то человек на меня указывает почему вы им не воспользуете у вас семинарием сразу архимандрит ко мне приехал или это игумен и все это поговорили но дальше не пошло почему я не знаю но я только сказал так я буду не один мы втроем будем приходить я буду вести беседы с семинаристами один мне будет подсказывать где я не расслышал один будет снимать все будет заснято и выставлено но мы не против я говорю выйдут в этих заплатанных штанах вы да нет ничего то есть я все обговорил заранее и при том я буду вас преподавать минимум четыре предмета а географию это жития пожалуйста нравственное богословие библейское я беру это все на себя и это бесплатно при том буду делать договорились воспользовались одной мной нет конечно как-то мы шли из храма покровского когда был здесь архиепископ едион до кукин ну и хорошие отношения были я довольно часто был новосибирский часа по два беседовали просто хорошие но я говорю владыка чем я могу быть полезен для церкви у ты же в церковь ходишь дохожу владыка ну а чё тебе больше надо вот и все то есть они понимают что углей у меня хватит для них и для них на сиденья я им все-таки подложу чтобы они не гремели этими кадилами кандалами гремим а то кандалы гремят и они туда внизу когда которые кадила ставится сделали пустоту и положили железные шарики вот маленькие ребятишки по гремушками занимаются но конкретно чтобы нужно сегодня делать я уже об этом говорил первым делом прекратить всякое строительство храмов рассчитаться с долгами прекратить все пока не будет там общины община сама должна построить тогда будут искать как называемых помощников благодетелей спонсоров а второе сразу открывать училище я им сказал в течение одного дня открывает 100 тысяч учились тысячу я уже договорился кто будет учителя как я высказал это все у меня программа есть но она выставлена в интернете на них они только нападать могут им это не надо он сказал как отмазка тогда был патриарх алексей 2 ридигер кгбская кличка не михайлов у него как у этого дроздов была но и казалось бы он понял что крестить надо я их всех долбил посылал материал о крещении будем принимать меры и там то другое каких бандитов на принимали в церковь крестить только в полное погружение ну что ничего не изменилось почему потому что у лидера должно быть шесть качеств первое воображение второе знание третье умение четверто решительность пятая беспощадность и шестое привлекательность у них нет этого нету почти ни одного качества на какое воображение то надо понимать как встретить людей это люди отрешенные от всего отойти надо в мир отойти на заводы на фабрики везде и всюду проникать и от прошлые годы перестроивши начались и где преподавал я иду в городе до сапожей мастерской все было охвачено один один даже ночью я говорю приезжаю у меня машины стоят несколько полковников разных родов войск мы решили завпрахтовать самолет чтобы вас на самолете с одного красота края в другой возить выступили перед солдатами нашими мне есть что сказать опыт опыт просто неописуемо огромный и я не нужен притом знают что я православный как пишет здесь профессор бачков как бы к гнати не относились но тысячи пришедших православие это никуда не скинешь это не нельзя никуда деть это люди новые священники делаются почему сатана блокирует все ну а вы как будете говорить начать доказать буду я сам не знаю что буду говорить я иду молюсь и все он у меня оружие это 7 госаде 7 раз семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей вот все здесь я ищу утешение слова патриарха если наполнить духовным смыслом это хорошее выступление выступление прямо понятно было если бы он все это привязал к библии ко христу самый центральный вопрос ставить о рождении свыше принятие христа своим лично спасителем не просто спасителем лично каждый чтобы его принял ну и дальше водительство духом святым крещение духом святым задача глобальная и спрашивает а вы верите что будет не верю вера не хватает нету я не вижу нигде а делали бы делать стал но у меня веры нету в то что будет пробуждение пока священники смиряться пробуждение было бы священников не было убрать их чтобы он всех на месте хотя бы запретил тогда на радио на телевидении покупать время я не посмотрел бы ни на что пошел на это священником запретить одно только выступление против меня и вы будете под запретом на пять лет я знаю что им нужно все все заглохло бы и они бы моих словах нашли такое стали бы сравнивать не знаю даже с чем как медиан священник говорит я вот ваши книги имею у меня много было я горит всех подвал у него составил вас и златоуста вот какое место отдает человек который пробудился которого дух святой берет свои руки мне есть что дать не голословно есть люди есть книги материалы тысячи проповедей тысячи ответов я все отдаю на служение моему господу ради моей россии русского населения но я никому не нужен никакой раскрутки мне дать нельзя у меня когда начался форум ну и кто основывал его писал такие разговоры или знаете я уже сколько делал раскрутку там каких-то предприятий совершенно невозможное дело и он действительно начал делать делал еще не получается в какое время там ставить ролик какие отзывы делать в какое время где еще нажимать он механику знал а тут никак нет у меня не пойдут я не против ну представь если на день рождения у меня больше тысячи поздравительных пришло контакте твиттеры там разные фейсбуки я не бываю там но там они образовали это ничего не дает они пришли ушли мне говорят слишком высоко планку поднимаете я говорю на уровень голгофы на уровень его на уровень креста там где висит спаситель пойдем перед ним зайдем на глаговом и брат он жаждет и жаром ланит и горят он жаждет и уксус тому подают чьи воды живые для мира текут пойдем перед ним вот воспользоваться нужно всем достоянием которое господь уже дал другим людям слово конфессии деноминации исключить из разговора эти слова всюду заменяя словом ересь и ты увидишь как попятится враг нет 10 церквей на 1 церковь одна наше общение должно быть со всеми вот когда началось сильное нападение на патриарха кирилла что встречался там с франциском и вот надо бы так так то я хорошо нападать я встал как бы на защиту мне это счет его защищаешь уже против были я никогда против патриарха не был я говорил чего ему не достает за него ну неужели мы скажем что апостол павел был против коринфян или против галатов он горит кто внушил вам дальше и перечисляет все где они отступили погрузились в одну обрядность я потерярха в этом вопросе поддержал бы если бы нужна была такая поддержка а то получится как говорит оказался где-то в преисподних местах брежне это там за ним кто шел антропов черненко ну а кого избрали он говорит горбачева а кто его поддерживает да нет горит сам ходит тех кто все надо было как ворошилов едет говорит на совещание и заня реанимационная машина так что за мной пока не надо ездить вот помолитесь об этом я откликаюсь на зов патриарха конечно слово святейший нужно сразу исключить это ложь бог только себя и человек притом вырос с какой еще репутацией применяет к себе как папа римский зачем это нужно это превосходящая степень свят святее сравнительной степени превосходное святейший то и другое исключить святее нельзя быть бог свят будьте святы они святейшие как писал тючеркать непогрешимая греховность вот здорово сказано ну вот такой мой ответ ты не против что я выставлю в интернет нет с богом благодарю спаси христо что зашли я рад богом